Миша Болгарин Миша Болгарин Миша Болгарин Миша Болгарин Как так случилось? Для многих не посвященных Футбол это скучная игра 22 человека гоняют 1,5 часа мяч по футбольному полю каждый год количество фанатов этой игры увеличивается. В чем же загадка, в чем секрет этой игры на ваш счет? Ну, вы знаете, очень много работы проводится по популяризации этого вида спорта, футбола. И сегодня футбол все-таки является первым видом спорта в мире. И я хочу сказать, что из той вот даже работы, которую мы проводили в нашей, в клубе, люди, которые не встречались действительно на футболе, либо видят некоторые только эпизоды футбольного матча, либо чего-то. То есть, если человек просто со стороны, и он видит, должен видеть профессионализм самого футбола. То есть, все игры, все виды спорта. Но не обязательно это видеть. То есть, он понимает, что должен видеть профессионализм. Не каждому это сразу оно дается. Но вокруг этого есть вот это шоу сегодня мировое, которое оно дает возможность это видеть. У меня жена так же самое относилась, и она понимает, она никогда не говорила, что это там твое хобби, твоя любовь к футболу, что она дает. Но вокруг этого это шоу. И когда ты показываешь, я жене показал, что творится на трибуне, что творится вокруг футбола, что до футбола. То есть, вот это и есть красота этого вида спорта. Потому что есть встречи, есть люди, это жизнь людей. И когда ты показываешь, что он делает с мячами, с мячом тот же футболист, и тогда ты начинаешь понимать. Потому что люди бегают с мячом. Но движение тела и угадать, когда он попробовал, он уже это понимает, что да, здесь большой профессионализм, и он видит те же финты, те же самые передачи. Потому что это не индивидуальный вид спорта, это командная. И вы понимаете, команды. Согласуй пас игры и все остальное. И когда ты чуть-чуть расскажешь, тогда люди больше это понимают. А как вот вы говорите, что вы рассказали своей жизни? А как это произошло? Вы показали видеозаписи, сводили ее на стадион? Нет, мы взяли ее с собой на стадион. То есть, есть архитектуру, можно посмотреть на стадионе, можно посмотреть шоу вокруг этого. Возьми, посмотри, если ты не хочешь смотреть футбол, просто смотри на болельщиков по очереди, и ты видишь то же самое шоу. Это та же психология поведения людей. Скажите, кстати, вот как раз перейти хотелось бы к теме болельщиков, ну, немножко так отклониться, да, вот посмотреть на болельщиков, говорите. На всех ли болельщиков приятно смотреть? Не все болельщики цивилизованные, воспитанные, будем откровенно говорить. Вы знаете, вот на одном из матчей, когда играл Черноморец с Ворсклой и давал интервью Павлов, тренер, так он говорит, победила не команда, победили в Одессе зрители, болельщики, потому что болельщики чувствуют и видят, когда игроки отдаются, и они поддерживают. И команда, болельщики подняли команду, и она пошла вперед, и мы победили тогда, 2-1. И я ездил лично с ребятами, мы ездили в Полтаву, когда команда играла на Еврокубках, и у нас было дико, стадион полупустой в Полтаве. И я спрашиваю, ребята, а сколько стоят билеты? Они говорят, 25 рублей. Билет на Еврокубок. Это групповой турнир. Но это же влияет и на команду, и на игру, и на зрелищность. Конечно, и людей нету. Полупустой стадион. Шоу люди готовы показать, но по сути нет для кого. Конечно, да. И вот здесь тоже оно играет какую-то роль. Но я думаю, что ведется та любовь и пропаганда футбола. Если она идет изнутри, каждый, к примеру, я всегда говорил, и наш стадион стал семейным стадионом. Возьмите, посмотрите. Люди приходят с семьями, с детьми, с женой. То есть они приходят на футбол, как в театр. И это культура поведения, культура болельщиков. Смотрят так же самое тот футбол. И можно этому гордиться. Когда я беру с собой гостей, привожу на стадион, они смотрят и говорят, да, у вас в Одессе таки любят футбол. Но это же не только поколение сегодняшнее пришло на футбол. Это же возродилось еще с тех времен. А расскажите немножко как раз о становлении детского футбола. Все знают, что в Одессе любят и умеют болеть. Как правило, вся история детского футбола, большинство людей связывает с Черноморец и все. Только ли Черноморец, было ли что-то другое? Ну, вкратце, если можно. Вообще футбол в Российской империи, если вы историю чуть-чуть, то есть футбол в Российской империи пришел первый в Одессу. Это моряки приехали, играли во что-то, наши подглядели. И даже существовала в этой самой команде с английским названием в Одессе. Поэтому у нас быстро это приобрели. В 1913 году команда Одесса заняла второй чемпионат Российской империи и заняла первое место. Завезли к нам так из Англии в Одессу. Поэтому в Одессе еще с тех времен, но, вы же знаете, Одесса отличается от всех городов. То есть, если что-то веселое и что-то озорное, Одессит всегда там. И все вот это вот... Жизнь Одессы, она сразу быстро подхватывается другими. Мы сегодня сделали клуб. Болельщик футбола образовался спонтанно. И он приобрел такую очень популярность среди наших болельщиков, среди болельщиков других городов. Мы познакомились с очень многими людьми. И сегодня уже, я знаю, в Хмельницке построил парень тоже, коллекционер построил клуб для своих друзей. В Полтаве строится 200 квадратных метров. Вот скоро будет открытие тоже клуба болельщиков футбола. Строится тоже такой же клуб. То есть, это объединяет и опять же показывает это. У нас, к сожалению, еще не сильно развито это в сфере бизнеса. Как можно посмотреть где-то в клубе, где-то в барах. То есть, ну, мы понимаем, это бизнес, но это еще не приобрело такую популярность, где ты можешь прийти и посмотреть повторы. То есть, мы понимаем жизнь, понимаем прекрасно их. Приходишь, посидел, тебе включили, ты посмотрел футбол, после этого выключили, поставили музыкальный фон, потому что приобретает больше людей, чем болельщиков. чтобы нам собраться. Вот и поэтому нам это приобрело, мы сделали этот клуб. Скажите, пожалуйста, вот сквер истории футбола, по-моему, единственное в Украине подобного рода, не учреждение, а место, да, вообще для любителей футбола. Как, кем, для чего создавалось оно вообще? Ну, вы знаете, это создавалось еще, ну, это мы открыли к дню города, но вы понимаете, что, я скажу такой секрет, скульптор делал Стелу полтора года, только делал. Стелу, где у вас три наших известных футболиста. Трем обладателям золотого мяча. То есть пожар случился год назад, то есть она уже была в работе. То есть мы до этого уже это подготавливали, программу городу представили, что мы хотим сделать. Программа города, к чему она подводилась? Чтобы мы, было телефонное радио, друг друга мог привести, но оно прибыло такую популярность, что мы решили с городскими властями, что мы откроем и сделаем музей, то есть для города, музей футбола. С какой целью? Для чего? То есть для популяризации футбола, чтобы больше людей приходили. То есть это не коммерческая структура. То есть патриотическое воспитание молодежи. Это будет патриотическое воспитание молодежи, да, и популяризация футбола. И мы это решили, я говорю, ну для того, чтобы мы прошли сюда, то есть место все готово, все у нас сделано, оно работает. Мы подвели, что будут проводить экскурсию ветераны футбола, которые им это дают тоже какое-то внимание. они себя чувствуют чуть по-другому, что они еще нужны обществу. То есть это каждая их встреча, когда ты позваешь, для него ты продолжаешь какое-то время жизни. Это очень, ну им дает это очень много положительного. И мы пришли к тому, что вот для того, чтобы сделать, надо сделать как-то подход, то есть красиво не только ты зашел и увидел, а вокруг этого сделать целый комплекс. То есть это благородие, чтобы это все было введено в системе. Да, и вот мы пришли к этому, то есть показали свой план, были комиссии, и вот мы пришли к этому, то есть что это сделаем. Но так как постигл у нас пожар, то есть мы сделали сегодня сквер, а в следующем году уже будет открыт сам музей. То есть в планах в СССР не отказывается? Да, мы не отказываемся. А скажите, пожалуйста, вот насколько у вас это вообще, как это у вас появилось такое желание заниматься? Вы были, по-моему, одним из первых украинников, кто вот коллекционировал именные вымпелы, шарфики и так далее. Нет, ну вы знаете, получилось все, как говорится, друзья. То есть это же случилось с вашей частной коллекцией, насколько я понимаю, ваше увлечение. Да, я коллекционировал, увлекался, ну увлекаются многие, я знаю, коллекционируем футбольные атрибутики. Сейчас я это уже знаю, потому что мы друг друга встречаемся, меняемся что-то там, обмениваемся опытом и трофеями, все такое вот. Но каждый сидел, держал дома, либо кто-то там гараж что-то там сделал. То есть где-то так, это самое. У меня получилось точно так же, только были возможности, я себе сделал комнату, вроде бы как отдыха, но опять же, друзья, то есть начало подстегиваться, и был один из подстегов, это профессионализм строителя. То есть у меня на тот момент было 1050 шарфов, футбольных, и как же я их расставлю. То есть по площади помещения, то есть нужно было очень большое помещение, стену, чтобы просто их повесить как бы на стене. Но я придумал нестандартное решение, сделал потолок волной, и на этой волне, то есть разместил все шарфики, то есть специальные стеллажи такие, что вместились все. И когда я это делал, то я создал так же самое, как и ребята подстегивали, то есть создалась какая-то интрижка, я делал это своими руками, и не показывал никому до последнего дня. А потом на открытие это мы сделали. Ну и на открытие позвал самых близких друзей, 50 человек, получилось. Даже родной брат, не хватило ему места. Ну и один из ребят был тогда наш мой товарищ, это Нгаха Коллинз, сегодня он игрок Голчевской стали, и он в этот момент был на больничном, он был как раз ногу, делали операции внутри, на костылях, и состояние парня было очень тяжелое, моральное. Его всячески поддерживали, друзья, ну я говорю товарищу свинницы, говорю, слушай, Игорь, будешь ехать, возьми Коллинз с собой, мы его хоть морально чуть-чуть там раздергаем, шутками этими всем. Ну он приехал на костылях, он говорит, да ты не понимаешь даже, что ты сделал? Я говорю, да что я сделал? Ну Коля, ну сделай комнату отдыха для себя, для друзей, вот будем сидеть там, смотреть футбол, и такой вот. Да ты не понимаешь даже, какой ты клуб сделал? Я такого еще в жизни не видел нигде. Ну мы поговорили, он говорит, вот Каменюка просится в гости на основании моего только рассказа. Я говорю, Коля, ты же знаешь, у меня двери всегда открыты, пожалуйста, приходите. И вот я рассказал друзьям нашим эмоции нашего же друга Коллинса, и на следующий день они пригласили в гости уже экс-игрока Игоря Савельева, и еще игрока черноморца Валика Полтовца. И я увидел у них в глазах восхищение. Восхищение, мы дружим, восхищение от того, что и профессионализм, процесс пошел, мы приглашали футболистов к каким-то матчам, просто посмотреть. И мы увидели, и ребята раскрепощаются в этом. И мы иногда слышали такие вещи, где-то нигде не прочитаешь. И восхищение от болельщиков. И это, мы начали гордиться этим, что да, мы можем, мы объединили людей, мы подняли ветеранов где-то, знаете, с каких-то мест, где они уже, ну, сидит себе, живет жизнью, да и живет. А тут о нем еще вспоминают, что он когда-то играл, что он когда-то был тем-то. Он сделал такое-то. И так же самое мы начали приглашать и молодежь, то есть наши дети вместе с нами. Они видят, как мы взрослые, как мы родители общаемся и помним достижения наших отцов, наших старших этих самых преемственников футбола. И это мы ценим. Хорошо, я благодарю вас за беседу и напоминаю, что у нас в гостях был основатель клуба болельщиков футбола Эммануил Ганев.